Ну чё, здорово, Ютуб. С вами Джон. Он же Лопин312, стример Дэйсини2 на Твиче. Твиче, передаём привет Ютубу. Ну а пока что подходим к Зуру, который находится у нас на Нессе. Я думаю, ты та на поиски, кого меня отправили. Да, я та самая. В общем, находится он в локации Могила Смотрителя. Вот здесь примерно. Тут на дерево забираемся. Такое вот, достаточно колоритное. То есть, раньше он был на барже, но сейчас баржа, как вы видите, раздолбана. Левиафановская полностью. И он решил, ладно, фиг с вами, я уж лучше на дереве постою. Короче, мне там в предыдущих видосах попросили... Ну, в комментариях к предыдущему видосу Прозору попросили рассказать подробно, что у него там есть, что это делает. Так что, мы сейчас не только посмотрим, что он привёз. Ну и зачем это нужно всё? Ладно. Клятва Непожога. Взрывные пули этого оружия сносятся мощнее и быстрее при прицельной стрельбе. То есть, эта пушка особенно эффективна против кабалов. На дополнительный урон их наносят, им наносят, но пока что особого применения ей мы не нашли. Хотя я периодически вижу сообщения, либо рофильные, либо нет, что она в ПВП народу неплохо заходит. Ну, винтовка разведчика это. Так что, берём на свой страх и риск. Дальше, что у нас тут идёт. Скоротечная Вечность. Для класса Охотника. Самый бесполезный экзот, наверное, в игре. Типа, уклонение даёт следующий бонус убежащим союзникам культу Вечности. Варлокам энергию гранат, титанам энергию ближнего боя, охотникам энергию уклонения. Со следующими экзотами на двух других персонажей всё более-менее радужно. То есть, синтоцепсы, они в ПВП хорошо себя показывают. То есть, эти перчатки увеличивают урон, увеличивают дальность ближнего боя. Увеличивают урон, когда вы в окружении врагов. То есть, когда там 2 или 3 противника вокруг вас находятся, вы там можете больше урона по ним нанести. Но, так, восстановление 10, стойкость 7, подвижность 14, интеллект 15. Ну, не самое худшее сочетание перков. Дальше у нас идут бронслеты Кронштейна на Варлок. Убийство в ближнем бою ненадолго восстанавливает здоровье. Собственно, эти перчатки делают то, что описано в перках. Здесь ещё также написано то, что они продолжают восстанавливать его в течение короткого времени после атаки. Очень, достаточно популярные перчатки сейчас в ПВП, особенно в испытаниях Осириса. Очень часто казусы возникают, что, типа, Варлок кого-то милишку убивает, отхиливается, да, и ты такой... Тебе тиммейты говорят, что он калёный, ты на него пушишь, а он такой, а я целый, братан, и шотает тебя. Так, ещё у нас тут каждую неделю Зур выдает квест на экзотический шифр, который называется Ксенология. Если вам вот он нужен для того, чтобы покупать экзоты на башне, этот шифр, ну и у Зура также можно покупать экзотическую инграмку за эту фиговину. Так что, кому надо, можно приобщиться, как говорится. И экзотическую инграмку тоже можно купить за 97 легендарных осколков. Как-то так. Такого... Такого была наша... Такова была наша встреча с Зуром на этой неделе. В принципе. Кому видос понравился, не забываем лайки поставить, на канал подписаться, колокольчик прожать, ну и комментарий какой-нибудь написать. А мы пока что пойдём дальше к... Рейду завтрашнему качаться. Напоминаю, что он будет в 9 вечера по Москве. Попробуем его пройти. Естественно, будем всё это дело стримить. Так что, кому интересно будет, заходите. Буду всем рад. А пока что пойду дальше фармить. Ютуб всем пока. Твич передаём пока Ютубу, кто успеет. А мы продолжаем дальше играть. Не играть.